Итак, какие методы самые эффективные для лечения и реабилитации и что вы можете сделать для того, чтобы ваш супруг остался трезвым на долгие годы после прохождения лечения и реабилитации? Первое. Не затягивать с обращением за помощью. Второе. Обязательно подключать комплексный подход, то есть и психиатра-нарколога, и клинического или медицинского психолога к сопровождению. Следующее. Обязательно пройдите курс стационарной реабилитации, желательно как можно дальше от дома. И чем длительнее будет курс реабилитации, тем выше будет эффективность проведенного лечения и реабилитации. Следующий момент. Обязательно запишитесь на курсы, либо пройдите индивидуальную психотерапию. Научитесь вести себя правильно, зависимым человеком. Это тоже целая наука, это целое отдельное образовательное направление, потому что, как правило, люди, которые срываются после реабилитации, они приходят в семью, и мы сами того не подозреваем, начинаем провоцировать их на срыв. Чтобы этого не происходило, у вас должны быть определенные знания, как теперь взаимодействовать с зависимым человеком и с вашим супругом на протяжении всей жизни. Следующий момент. Это правило «чистые руки». То есть теперь на вашем столе не в коем случае не должно быть каких-то бутылок со спиртным, не на праздниках, вы должны как можно меньше теперь будете взаимодействовать, общаться или ходить на какие-то мероприятия, которые связаны с излишним употреблением алкоголя, дабы не провоцировать вашего супруга к употреблению. Следующий момент. Это обязательно поддерживайте связь с теми специалистами, которые вам помогли. И обязательно, чтобы ваш супруг поддерживал связь с так называемым трезвым сообществом, где он будет укрепляться в своей трезвости. Есть такое понятие, как созависимость. Оно означает мою зависимость от другого человека. Как оно проявляется? Во-первых, когда человек не чувствует границ между «я» и «ты». Как правило, созависимость – это очень частый симптом зависимости другого человека от алкоголя или наркотиков. И, к сожалению, это заболевание, которое, так же, как и любое другое заболевание хроническое, нужно лечить. Лечится оно путем прохождения курса индивидуальной или групповой психотерапии и, соответственно, прочтением специализированной литературы. Очень многие женщины, к сожалению, в борьбе за трезвость своего мужчины забывают о себе и перестают нормально жить, существовать, перестают нормально спать и заботятся только о том, чтобы, в общем-то, работать с трезвостью своего мужчины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова